Украинские военнослужащие продолжают получать дальнобойное западное оружие, так что позиции вооруженных сил Украины существенно улучшаются. М777 на военном жаргоне три топора. Это пушки, которые стреляют как снайперские винтовки. Это оружие было разработано американским подразделением британского концерна BI System. Пушка разрабатывалась как ультралегкая полевая гаубица с использованием компонентов из титана. Именно поэтому М777 легче своей предшественницы, М198 на целых 42%. Интересно, что ее можно без проблем транспортировать вертолетом. На вооружении гаубица М777 встала в 2005 году и с этого времени уже успела получить два обновления. В первую очередь, они касались навигации, системы управления огнем, связи и программного обеспечения. Гаубицы М777 используются в Саудовской Аравии, Канаде, Австралии, Индии, Колумбии. Конечно, самое большое количество орудий, тысячи единиц, стоит на вооружении армии и корпуса морской пехоты США. Все они в свое время получили обновление до версии М777А2. Также следует отметить, что есть три версии М777. Базовая, с оптическими средствами прицеливания, которые впоследствии прошли модернизацию. А один, к которой добавлена цифровая система управления огнем, с инерционной и спутниковой навигацией. И самая современная А2, с возможностью вести огонь высокоточными снарядами, М982 Экскалибур. То есть каждая из этих М777 содержит самую главную компоненту, цифровую систему управления огнем, которая, кстати, аналогична системе известной САУ М109А6 Паладин. Именно она берет на себя все необходимые расчеты для точной стрельбы. Что касается дальности, то эта 155-мм артиллерийская система имеет длину ствола 39 калибров, что позволяет ей вести огонь обычными снарядами М107 на расстоянии 24 км. При использовании снарядов с улучшенной аэродинамикой ERF-B, дальность огня составляет 30 км. Новейшими американскими М795 – до 37 км. А высокоточным Экскалибур – до 40 км. То есть преимущество 5 км в дальности огня, начиная с использования ERF-B, составляет 5 км. А уничтожать цели с помощью Экскалибур становится уже возможно, с преимуществом 15 км, что просто тотально. Экскалибур наводится с помощью GPS. В декабре 2020 года в ходе испытаний армия США успешно поразила цель на расстоянии 70 км. Вес снаряда – 44 кг, вес боевой части – 22 кг. Кроме того, следует отметить и в полтора-два раза более высокую огневую мощность современных 155-мм снарядов М795 с почти 11 кг взрывчатого вещества. Ведь в обычных советских 152-мм снарядах количество взрывчатого вещества составляет от 4,8 до 6,8 кг. Высокоточное и грозное, маневренное и дальнобойное, а также мощное, и что самое главное и точное, такую оценку дают американской пушке артиллеристы ВСУ. Военные отмечают, М777 бьет точнее и на большее расстояние, чем советские гаубицы, в том числе гиацинт. Также современное оружие более удобно в использовании. Команда может им легче оперировать, менять направление и быстрее работать по разным целям. Это хороший образец вооружения, с которым бы хотелось и дальше выполнять огневые задачи, не возвращаясь к бывшим системам советской разработки. Три топора, почти не осязаемые из-за того, что их дальность стрельбы существенно преобладает. М777 проста в работе. С ними легче справляться, технически более успешно продуманные узлы и агрегаты. И что не менее важно вес, это серьезная характеристика, от этого зависит скорость оставления огневой позиции и выполнения огневых задач, ну и в известной степени точность стрельбы. Совершенно справедливо, что прицепная артиллерия по своей эффективности уступает самоходной. Меньшая маневренность, дополнительное время на развертывание и уход. Однако в логике Пентагона решившего передавать и буксируемые пушки «железная логика». Дело в том, что в армии США существует только две 155-мм системы М777 и самоходная М109А6 Паладин на гусеничном шасси. В Украине работают обе. Но необходимо понимать, что гусеничный Паладин имеет меньшую оперативную мобильность и перебрасывать его на значительные расстояния, например, между районом Херсона и Донецка, возможно только на тралах или по железной дороге. У прицепной М777 такой проблемы нет, и она значительно мобильнее в оперативном плане. Тем более, что в артиллерийских подразделениях ВСУ остается еще большое количество именно прицепных орудий, и для самих военных это просто обновление одного оружия на другое. А за счет более простого обслуживания и краткосрочного обучения, использовать М777 в боях можно уже после экспресс-обучения в течение недели. Что касается стоимости М777, то известна стоимость контракта с 2008 года с Канадой, которая за 37 орудий вместе с сопутствующим оборудованием и услугами заплатила 114 миллионов долларов. Что дает условную цену М777 в 3 миллиона 900 тысяч долларов за единицу. Продолжение следует... Продолжение следует...